МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера, время подробностей. Узнаете все главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему громкие обвинения в адрес Кабмина проверяют за закрытыми дверями? У всех на устах пожар под Чернобылем. Как долго горят леса? Удалось ли уже потушить огонь? И есть ли хотя бы малейшая опасность распространения радиации? Ответы на будоражащий народ вопросы искал Ярослав Кречко. Пункт пропуска в зону отчуждения сегодня закрыт спасателями. Официально из-за густого дыма. Хотя с КПП Детятки его не видно. Масштабы пожара заметны по другой дороге на Чернобыль. Сначала едем, потом идем пешком. Это уже практически зона отчуждения. Отсюда хорошо видно, насколько велика площадь возгорания. Но дозиметр, по крайней мере, здесь не показывает отклонения от нормы в радиационном фоне. Над задымленным лесом и дальше летают вертолеты. В небе над Чернобылем авиация работает второй день. Об этом рассказывает Виктор. Все эти дни он на огороде. Огонь заметил еще в воскресенье. Как раз в годовщину катастрофы. Три дня назад я побачил. В одной стороне вот там горел. А это он вот так вот. Пока вопрос не знали в Киеве. Или просто решили не афишировать пожар. Когда в столице были десятки зарубежных гостей саммита Украина и ЕС. Но сразу после него премьер показательно облетел очаги возгорания. А огонь за эти дни перекинулся с леса на брошенные села. Ольга Николаевна переселенка из зоны отчуждения. Еле сдерживает слезы. Горит ее село. Жители Радинки рассказывают. Дыма над чернобыльскими лесами сегодня немного меньше. Вчера он поднимался до высоты 300 метров. Люди здесь, как и представители службы по чрезвычайным ситуациям, склоняются к версии, что лес подожгли. Огонь охватил почти 400 гектаров леса. По официальным данным, его остановили в 5 километрах от радиоактивных могильников. Сегодня, уверяют, пожар локализирован и радиационный фон в норме. Я очень прошу и жителей столицы, и всех украинцев прекратить реагировать на распространение панических и исторических информаций. Ситуация 100% контролирована. Вот в этой зоне сейчас находится пожар. Он еще находится в достаточно зелененькой зоне, где загрязненность почвы невысокая. Если пожар пойдет выше, в области с красными пятнами, где наблюдаются стронцы и цезий в растениях, то, соответственно, выгоревшие вместе с пеплом эти радиоактивные элементы могут подняться в воздух и в дальнейшем перенестись ветром. Ветер гонит дым пока в сторону противоположную от Киева и села Радинка. Жители поселка спокойно занимаются хозяйством. И то, что третий день они наблюдают не простой лесной пожар, а пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, их, кажется, не сильно пугает. Если я тут 86-й год выдержал, то это мне не страшно. Ярослав Гречко, Елена Митясова, Елена Зорина и Игорь Сулий. Подробности телегнал Интер. Действительно, как сказал уже Ярослав, сегодня весь день ветер гнал дым от лесного пожара на север, в сторону Белоруссии, ну и сел, которые находятся совсем близко от Чернобыльской зоны отчуждения. Как восприняли новость о пожаре местные жители и к чему готовятся, выясняла Инна Белецкая. Они на самом краешке, дальше зона. Новости о пожарах там, здесь никого не пугают. Люди заняты в огородах, по улицам бегают дети. Самый наблюдательный житель села Луговики Михалыч вчера видел зарево. Совсем близко. Любовь Шевчук видела клубы дыма и только из вечерних новостей поняла, пожар не шутошный. В двух километрах от Луговиков бывший райцентр Полесская дома встречают пустыми окнами. На улицах только транзитный транспорт. Почти всех людей отселили 29 лет назад. Те, кто остались, привыкли к одиночеству, радиации и болезням. Но людей пугает скорость распространения огня и нерасторопность местных спасателей. Одна пожарная на весь район. И та без воды. Понимаете? Без бензина. Та пожарная приедет, то уже хата сгорела. Какие дрони бабушки. Чуть дальше от зоны и ближе к Беларуси село Рача. Здесь к пожарам привыкли, леса горят часто. О возможном повышении уровня радиации в таких случаях знают все. Те же переживания. Как же? Это же все-таки радиация. Все-таки же это идет хмара в огне и дыму. И оно же все будет оседать на людских городах. Поки тут еще ничего. Поки ничего. Люди знают, но сажать и сеять никто не прекращает. У нас люди ничего не боятся. Люди от того, там, такие, может, грамотнейшие говорят, что, типа, там, радиация поднимется. Пока на небе нет тучки и полный штиль беспокоиться и вовсе не стоит уверены местные. Не ждут последствий в райцентре Овруч. Это всего в 80 километрах от одного из очагов возгорания. Загрозы перекидания лесовой пожары из территории Киевской области пока что нет информации. Никакого задымления в районе, в месте нет. У въезда в зону ЧАЭС тишина. Дальше шлакбалм, там, иди Чернобыльский зон. Лиционеры на посту говорят, машин в связи с пожарами больше не стало, убегать никто не спешит. Всего в километре отсюда приспокойно рубят и грузят лес. И о пожарах, которые так напугали всю Украину, напоминает только дым на горизонте. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Киевская, Житомирская области. И вторая тема, которая по степени обсуждения почти не уступает Чернобыльскому пожару, это противостояние вооруженных сил и правого сектора. Что на самом деле происходит возле базы доброводческого батальона в Днепропетровской области? И почему его бойцы сегодня вышли на пикет в Киеве? Все расскажет Наталья Грищенко. Еще вчера утром в этом лесочке на границе Днепропетровской и Донецкой областей не было военного блокпоста. Но сегодня каждую машину останавливает патруль. Мы сейчас проверяем документы, пропускной режим. Военные рассказывают, сюда их перебросили вчера днем в учебных целях. Рядом база техники ПВО, вооруженных сил Украины. Но по странному совпадению, в километре от блокпоста, тренировочная база правого сектора. Говорят, именно по ее периметру вчера появилось сразу несколько постов военных. Одиннадцать. Пока что наша разведка выявила одиннадцать. Они находятся по всему периметру. На околицах выставили блокпост. На дороге эта дорога ведет только в одно место до базы 5-го батальона ДУК. То, что их передислокация связана с базой правого сектора, военные категорически отрицают. Я не знаю, почему база правого сектора возле базы БУКов, наших ПВО, нашей большой артиллерии, тоже здесь живут. Въезд и выезд с базой для бойцов правого сектора совершенно свободен. И уж тем более, вопреки громким заголовкам в прессе, никто никого не разоружает. Но многие на базе правого сектора расценивают ситуацию как психологическое давление. Сегодня здесь встречались представители ВСУ и Дмитрий Ярош. Такое впечатление, что нас вырешили проверить на мичность. Я планирую проехаться по блокпосту армейцев, поспілкуваться с хлопцами, с муженком. Такая договоренность достигнута, чтобы внести ясность и попросить их, какие наказы они отримывали. Тем временем в Киеве представители правого сектора выходят с пикетом к администрации президента. Происходящее в Днепропетровской области связывают с нежеланием правого сектора распуститься, войти в состав Минобороны на общих основаниях. Мы сами хотим в легализации. То есть автономная структура в составе Министерства обороны. То есть со своим руководителем, со своими правилами, но в составе все-таки Министерства. К митингующим выходят представители администрации президента. Сегодня и подразделы Збройных сил Украины, и ДУК правого сектора работают на одну единую методу. Это мир на украинской земле. Сейчас, с одним планом, в Днепропетровской области тревают начальные боевые завдания. Пока в Киеве митингуют на той самой базе, вокруг которой разгорелся сыр-бор, все спокойно. Бойцы ДУК и Вооруженных сил Украины, похоже, привыкают к неожиданному соседству и даже делятся обедом. То, что было у нас на обед, то, что там приготовили, сами поели, им отвезли. Борщ на обед был, каша гречневая с тушенкой. И уже после обеда в интернете появилось сообщение, добровольческий корпус «Правый сектор» войдет в состав Вооруженных сил Украины как отдельное подразделение. Об этом якобы договорились Дмитрий Ярош и Валентин Наливайченко. Правда, в СБУ эту информацию нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Наталья Грищенко, Татьяна Винникова, Евгений Куденцов. Подробности – телеканал «Интер». Ну, вместе, или порознь, ВСУ и батальоны ждут новое испытание на Востоке. Сегодня там снова активизировались боевики. Накрывали огнем 152-го калибра «Пески», а при обстрелах Авдеевки использовали реактивные установки залпового огня «Град». Подробнее в сюжете Ирины Баглая. Она на фронте. Позиция Вооруженных сил Украины на окраине Донецка повышенной секретности. В нескольких стах метрах от противника лесистая местность не позволяет увидеть боевиков. Бойцы 81-й десантной бригады здесь всегда на чеку. И главный помощник у них – тепловизор. Это и глаза, и оберег бойцов на переднем крае. Персонально мне передали на нашу бригаду. Это знакомые волонтеры из Львова. Метровна 200-300 можно увидеть человека и загрозу, что может быть обстрел. Если бы его не было бы. Все. Нам тогда тут делать не мало что. Из-за близости позиции по ним противник огонь из тяжелых орудий. Не открывает. Бывают минометы. Бывают АГС. Но ведь працевые готовятся наступки на нас. О наступлении боевиков армейцы слышали. Подтверждение – гул тяжелой техники со стороны оккупированной Есиноватой. Говорят, есть и танки, и ствольная артиллерия. Прицельно не бьют. Вычисляют армейские позиции, чтобы создать карту. По радиоперехватам слышно по ту сторону такие же армейцы, но из российских войск. А пока пристреливаются. Попадают и по жилым кварталам. Авдеевка уже третий день, как стемнеет, в зареве от залпов Града. Работал люди и Грады. Они пристреливаются. Они проверяют. Они наверняка не знают, где наши позиции. Мы молчим и соблюдаем минские договоренности. Как только уточняем у разведки количество техники, которую подтянул противник на передовую, с той стороны как будто подтверждают – к миру не готовятся, готовятся к войне. В случае в районе Горловки порядка 60 танков восточных. А что это? Это разрыв, во всяком случае, АГС-17 работал. И дальность? Ну, разорвалась где-то в 200 метрах от нас. Под выстрелы снайпера и автоматического гранатомета покидаем позицию. Армейцы на прощание уверяют – оборонную линию держат и готовы дать отпор. Ирина Баглай, Даниэль Косаковский, Василий Сачук. Подробности – телеканал «Интер». Сейчас можем пообщаться с автором сюжета. Ирина Баглай с нами на связи по телефону. Ира, здравствуй. Что ты можешь добавить к уже сказанному в сюжете? Изменилась ли ситуация к этому часу? Алеша, здравствуй. Могу только сказать, что она уже сточилась. И сейчас наблюдаем мы зарево тоже над Песками. По всей линии обороны, вдоль Донецкого аэропорта. По разрывам слышно, что бояки бьют тяжелыми орудиями. Раскаты артиллерийской канонады слышно и на окраине Авдеевки. В Песке водяная, опытная, под огнем целый день. И в Песках сегодня получили ранения три бойца 93-й бригады. По информации нашей разведки, в Ясиноватую, где базируется противник, зашли новые подразделения. Есть подозрение, что их усилили российские войска. И мы остаемся в Песке сейчас в городе, в центре, относительно тихо. Ну и как переживет эту ночь город, уже мы покажем завтра в ближайших выпусках. Леша. Спасибо, Ирочка, за работу. С нами на телефонной связи была моя коллега Ирина Баглана. Работает в Донецкой области. И вот, как рассказывает Ирина, враг там сегодня активизировался. Но сейчас поговорим о врагах в тылу. Расследование преступлений, связанных с революцией достоинства, действительно саботировали. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор. Но назвал ли хоть одну фамилию? И когда нам ждать наказания виновных? Подробнее Максим Кошелев. Все преступления, связанные с революцией достоинства, теперь собраны в едином реестре. Для него есть раздел на сайте генпрокуратуры, где любой может узнать, какие производства расследуются, сколько по ним есть потерпевших, а сколько подозреваемых. В ГПУ говорят, реестр будет постоянно обновляться. В базу станут поступать новые данные. И общественность может оперативно контролировать, ушло ли дело на рассмотрение в суд. Отдельный раздел помощь следствию. Прокуроры надеются, что сами украинцы помогут. Будут присылать новые доказательства. Виктор Шокин снова слегка шокировал журналистов. Он официально признал, что все время расследование преступления режима Януковича намеренно тормозилось и саботировалось. Против виновных в этом силовиков открыто новое производство по статье «Превышение служебных полномочий». Кого конкретно имеют в виду, не уточнил. Были установлены факты умисленного створения службовыми особами Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних сплавов Украины, Службы безопасности Украины, перешкод, снищение доказательств и выполнение других противодействий, любые представители правоохранительных органов. Это может быть сержант милиции, может быть Генеральный прокурор. Скорее всего, именно благодаря такому саботажу одному из командиров Беркута Дмитрию Садовнику не только удалось сбежать от правосудия. Доказательства его вины собирались таким образом, что сегодня стало известно. Интерпол официально отказался объявлять его в международный розыск. Мол, причины преследования этого человека политические, а не уголовные. Обвинение в возможном массовом расстреле. Максим Кошлев, Сергей Килимник, подробности телеканал Интер. Журналистам, ведущим коррупционное расследование, начали вставлять палки в колеса. Вчера на корреспондентов, которые снимали сюжет о том, как живут руководители МВД, напали неизвестные, забрали камеру и видеоматериалы. Как ищут злоумышленников и каким образом в этом скандале замешан человек, которого считают правой рукой Авакова, разбиралась Ольга Рыцарь. Это видеорегистратор, на котором неизвестные люди нападают на журналистов телеканала ЗИК. Самый важный фрагмент, как утверждают работники телеканала, забрали нападающие вместе с камерой. А еще душили оператора, вырвали из машины видеорегистратор и исчезли. Мы быстро залетели в свою машину, но не встыгли как-то отъехать. У нас были упущены в окна, они просто продерлись в машину. Водя удалось затормозить, мы там немного тронулись. И у меня начали отбирать камеру с двух сторон. И сзади человек начала немного душить меня. Кто эти люди и по чьей указке они действовали, в милиции не знают. По факту возбудили два уголовных дела. А еще правоохранители обратились к землеустроителям с просьбой предоставить информацию о том, кому принадлежит усадьба в селе Лесники, которую так агрессивно охраняют от чужих глаз. Милиции говорят, ждать ответа им придется целый месяц. Этот дом построен на окраине села Лесники, сразу возле Киева. Здесь журналисты снимали свой материал о высоких чинах ВВД, поскольку считают, что дом принадлежит именно заместителю министра внутренних дел Сергею Чеботарю. Хотя сам Чеботарь это отрицает. На сайте МВД вчера поздно вечером Чеботарь написал, дома в селе Лесники у него нет. Мол, все это провокации для того, чтобы дискредитировать команду министерства, которая взяла курс на борьбу с коррупцией. А вот журналисты утверждают, у них есть документальные подтверждения того, что роскошный дом принадлежит именно семье Чеботаря. Днями мы покажем официальные документы. Мы отримали информацию из официального реестра. Мы узнали из кадастрового номера всей отделки. И из официального реестра отримали информацию. А пока эти документы сегодня пытались передать министру Авакву на заседании Кабмина. Но тот отказался их принимать. Впрочем, как и что-либо комментировать. Вопросов к Авакву много. Если дом Чеботаря, то почему его нет в декларации? И как чиновник, который якобы борется с коррупцией, сам незаконно рубит лес? Это реликтовый чернечий лис, называется, да, вот эта вот зеленая зона. И, в общем-то, вырубка, которая началась вон с того дома, да, это череда непрекращающихся с 2008, по-моему, года скандалов, о которых, в общем-то, много говорили. Однако это, вот, как видим, не мешает здесь строиться множеству людей, в том числе и семьям госчиновников. Глава сельского совета говорит, что ничего не знает. Да и во дворе роскошного дома сегодня только частная охрана. Хотя еще вчера журналисты видели, как на территорию усадьбы заезжала белая Toyota Camry с номерами 4 пятерки. Такая машина указана в декларации Чеботаря. Ольга Рыцарь, Павел Лысенко, подробности, телеканал Интер. Не удалось также журналистам посмотреть, и как работает парламентская группа, которая расследует заявление Гордиенко о хищениях в Кабмине. Помните, экс-глава госфининспекции заявляла о нарушениях более чем на 7,5 миллиардов гривен. Так вот, проверять эти обвинения депутаты решили за закрытыми дверями. В чем же причина такой стеснительности? Ирина Романова продолжит. Депутаты один за другим скрываются за дверью, но журналистов внутрь не приглашают. Заседание для прессы закрыто. СМИ пускают в зал буквально на 10 минут. Есть засекреченные документы. Проголосовали за то, чтобы журналисты покинули помещение. Из 14 членов группы присутствует 10. Кворум есть, но нет генпрокурора. Хотя и приглашали. Ни зам генпрокурора, ни генпрокурор не явились. Более того, вопросы, которые возникают, ответить могут только они. Однако ответов нет. Соответственно, у меня возникает все больше и больше ощущение, что есть силы. Более того, это провластные силы, которые не заинтересованы в том, чтобы были результаты, действенные от работы нашей комиссии. Место приглашенного министра энергетики – его зам. Министр Демчешин находится на радио национальной безопасности и обороны. Там готовится заседание по энергетическим питаниям, подготовиться до опаливания сезона. А между тем, в повестке дня сегодня предприятие энергетической сферы. Укргаздобыча, нафтогаз, укртрансгаз, укрнафта и энергоатом. Сумму убытков экс-глава госфин инспекции Николай Гордиенко пришел подтвердить лично. Но с журналистами немногословен. Выявлены сбытки 7 миллиардов 600 миллионов. По всех материалах, по всех, которых я назвал, порушенные криминальные проведения, я дальше комментировать не имею права. Первым из зала выходит глава правления Укргаздобычи. За ним представители нафтогаза и укртрансгаза. В перерыве к журналистам выходит председатель группы. Но вот рабочая группа подтверждающих документов ГПУ так и не прислала. Генеральная прокуратура проигнорувала, и я не знаю, почему она должна нам дать тут конкретные факты и цифры. Сколько повернуто денег до государственного бюджета, вкраденных. Кто сейчас реально уже отвечает за это и сколько криминальных проведений. А времени для расследования остается совсем мало. Через неделю срок полномочий группы заканчивается. Рабочая группа приняла решение вернуться к главе Верховной Рады с проханием продолжить нам до 2 черни. В 4 часа члены рабочей группы уже разошлись. Завтра в этом же зале ждут представителей транспортной сферы, которая тоже фигурирует в отчете Гордиенко. Ирина Романова, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. Сам Яценюк сегодня тоже говорил о миллиардных хищениях. Среди тех, кто якобы их организовал, назвал «Нафтогаз» и группу компании «Остхем» Фирта Шалевочкина. По словам Яценюка, в МВД уже начали расследование. Главу этого ведомства премьер попросил лично проконтролировать ход дела. А Минэнерго и сам «Нафтогаз» через суд взыскать сумму убытков, нанесенных государству. В том числе за счет активов группы компаний. Речь идет о предприятии «Ривный Азот», концерне «Стирол», Северодонецком объединении «Азот» и прочих. В государстве нанесены сбытки в размере 5,7 миллиарда гривен. Щойно Генеральная прокуратура Украины и Министерство внутренних справ Украины звернулись к суду с кропотанием про арешт 500 миллионов кубических метров газа, которые належат боржникам группы Фирта Шалевочкина перед украинской государством. И буквально два часа назад Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство МВД и наложил арест на 500 миллионов кубометров газа, который принадлежит холдингу «Остхем». Такие шаги со стороны правительства в компании групп ДФ, которую входит «Остхем», называют политическим и экономическим давлением на собственников. В то же время в Генпрокуратуре сообщили, у них нет уголовных производств, где в статусе подозреваемого фигурировал бы бизнесмен Дмитрий Фирташ. А в пресс-службе МВД ответили, что не располагают информацией о том, уведомлялся ли Фирташ о подозрениях в совершении каких-либо преступлений. Народный депутат от Народного фронта Сергей Пашинский сегодня прокомментировал свои обвинения в адрес телеканала «Интер». Речь идет о нашем расследовании о продаже арестованного топлива, ранее принадлежавшего Сергею Курченко и возможной причастности к этому нардепа. Пашинский заверяет, он к этому отношения не имеет. Тем не менее, Пашинский признал, что знаком с бывшим директором Департамента Минэнерго Андреем Бойчуком, которого многие эксперты считают причастным к продаже топлива Курченко. Напомню, сам Пашинский неоднократно становился участником скандалов. 18 февраля прошлого года Пашинский помог скрыть от активистов машину, в багажнике которой нашли снайперскую винтовку с глушителем. Уже после событий на Майдане, возглавив администрацию президента, летал на вертолете порыбачить. Как раз тот день, когда в Донецке сепаратисты захватывали здание. А уже в марте этого года его 24-летний сын неожиданно стал одним из топ-менеджеров спецтехноэкспорта. При этом сам Пашинский, глава парламентского комитета, отвечающего за оборонные контракты. До сих пор никакой информации о судьбе Анади Савченко. Напомню, вчера ее перевели в больницу, но адвокатов к подзащитной не пускали. Почему, расскажет наш Сапкор в Москве, Данил Русаков. Городская больница номер 20, как оказалось, неприступный бастион. Причем еще даже похлеще, чем следственный изолятор «Матросская тишина». Колючую проволоку и сторожевые вышки здесь заменяет бдительный медперсонал. Он уже второй день отказывает адвокатам Надежды Савченко во встрече. О том, что украинскую пленницу перевели, стало известно еще вчера. Сегодня во второй половине у защитника Ильи Новикова для встречи потребовали разрешение от ВСИН. Это российский аналог украинской пенитенциарной службы. Формальное место заключения в нескольких десятках километров, да еще и в другом районе Москва. Ценные инструкции стороне защиты выдали лишь во второй половине дня. Преодолеть московские пробки и получить все бумаги в течение нескольких часов задание для автомобиля без мигалки непосильное. Теперь адвокаты собираются навестить медицинскую крепость завтра. О состоянии Надежды Савченко по-прежнему почти неизвестно ничего. Она начала принимать пищу и ее состояние. Я не могу подтвердить, пока я сам с ней лично не поговорю. Это будет завтра утром. Мне кажется, что точно абсолютно ей больница не то, чтобы не помешала, а очень нужна была. Другая новость сегодняшнего дня, тоже громкая. Партию прогресса Алексея Навального лишили регистрации. Решение опубликовано за подписью местного Минюста. Для борьбы с оппозиционным злом чиновники избрали давно проверенную тактику. На помощь пришел излюбленный бюрократический ресурс. Выяснилось, региональные отделения зарегистрированы неправильно. Путинский пресс-секретарь буквально через несколько часов распространил сообщение. Глава государства никого не боится. Каким образом бесстрашие сочетается с ликвидацией конкурентов, вопрос пока открытый. Но самое смешное в этой истории, что это все устраивает и Навального самого. Потому что по своей политической природе он не партийный политик, а вождь. Партия ему не нужна. И вот такая космическая в прямом смысле слова иллюстрация ко всему происходящему. Российская национальная гордость грузовой корабль «Прогресс» начал неконтролируемый спуск с орбиты. По предварительным данным он, скорее всего, затонет в океане. Вместе с двумя с половиной тысячами тонн груза для МКС и знаменем победы. Той самой, которая стала настоящим культом в истории современной России. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. И вот буквально только что стало известно, ближе к вечеру защитники украинской летчицы все же смогли встретиться с ней в больнице. Как написал в фейсбуке адвокат Савченко Илья Новиков, условия здесь хуже, чем в СИЗО. Палата на четвертом этаже с решетками на окнах. В первый день в душ и туалет Надежду водили в наручниках. Со вчерашнего дня она снова начала есть. Наде нужны силы для суда 6 мая, в котором она планирует участвовать. Объединились с Россией. Учитесь держать рот на замке. Со свободой слова в оккупированном Крыму все плохо. Хуже даже, чем в Сирии и Иране. Такой вывод сделали правозащитники организации Freedom House. По стабальной шкале Крым наш получил 94 балла. Независимая пресса едва может работать, а коренное население откровенно запугивает. Какими методами? С полуострова не свободы. Юлия Крючкова. Обугленные останки и покореженный металл. Все, что осталось от торгового павильона в центре поселка Рыбачье. Он должен был открыться к началу курортного сезона. Но сгорел накануне ночью вместе со всем оборудованием. Нам позвонили в 2 часа ночи. Мы приехали сюда. Вот. Уже точка уже догорала. Догорала уже передний час. Сгоревшая была. С задней стороны горела только. На какой основе? Я никому плохого не делал. Ни с кем не ругался. Ни с каким человеком, как говорится, плохих отношений не имею. Предприниматели считают, дело не в забытых электроприборах и не в замыкании проводки. Некоторые точки, например, последний сгоревший павильон, еще даже не успели подключить к электросети. Люди уверены, действует поджигатель. Этот магазин на соседней улице вспыхнул ночью. Успели потушить. Но следы солярки до сих пор на стенах. Тебе облили как вот. Вот, облито. Он до сих пор нюхает солярки. Все начало гореть. Мы его потушили вон с речки бутылками. Вот здесь Сим Сим у Ильдара сгорела точка. Зины сгорела. Она сейчас подойдет. Здесь два раз потушили. Вот в том месте. Уют один раз жгли тоже. А и Петра сгорела. Двухэтажка. Мы делаем документы. Мы платим. У нас нет такого, чтобы избегать налогов. И вот по очереди. Нас жгут по очереди. Кто поджигает собственность крымских татар и с какой целью? Люди предполагают, их просто выживают с побережья. Боятся, что скоро начнут гореть их жилые дома. Обращались за помощью к силовикам и к местным властям. Но безрезультатно решили ловить поджигателей сами. Разбились на группы и теперь дежурят ночами. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, телеканал Интер, Алушта. Дестабилизировать ситуацию в Одессе. К годовщине трагедии 2 мая собиралась диверсионная группа. Все 12 ее участников уже в руках СБУ. Задержали днем. При обыске нашли агитационные листовки и печатные издания. В них призывы к нарушению территориальной целостности Украины и созданию так называемой Одесской народной республики. Сейчас в Одессе продолжает спецоперация по антитеррористической зачистке города. Продолжают обшуки, увеличивается незаконно друкованная продукция и многое другого. А в Страсбурге в преддверии годовщины одесской трагедии депутаты-оппозиционеры встречались с европейскими коллегами. Обсуждали, как проходит расследование гибели около 50 человек. Вывод неутешительный. Никак. Более того, все попытки поднять эту тему и возобновить работу парламентской комиссии сталкиваются с противодействием. Удивляет это и европейских парламентариев. Наше предложение не находит понимания со стороны фракции коалиции. И мы видим, что уже начинают звучать слова от официальных лиц о том, что те, кто погиб в Доме профсоюзов, они чуть ли там не сами себя сожгли. Идет тенденциозная направленность в отношении того, чтобы это дело спустить на тормоза. Для меня это разочарование, потому что до сих пор никаких результатов нет. Даже не была создана парламентская комиссия, которая бы занималась расследованием этих событий. Продолжаем подробности. Во второй части выпуска еще много важного и интересного. Вспомнили о наших. Не опоздала ли Украина с эвакуацией сограждан из Непала? С новой пенсией. Как будут формироваться выплаты по новым правилам от Кабмина? Курс на изобилие. Израиль учит Украину, как полмира накормить. Новую пенсионную реформу сегодня утвердили в правительстве. Уже со следующего года пенсии госчиновникам, а это судьи, прокуроры, нардепы, будут назначаться на общих основаниях. Простым же украинцам предложат самим собирать на свою пенсию. Ежемесячная ставка 2%, и это уже через два года. Деньги предлагают хранить в спецфондах, возможно, даже не государственных. Но этот документ должны еще утвердить в парламенте. Обязательно накопительная система будет действовать для людей до 35-летнего века. Но также люди от 35 до 55 лет могут на добровольной основе так же принимать участь. Держава гарантует полный контроль за сбережением костей накопительной системы. Детально проанализировать законопроекты по пенсионной реформе призывают в оппозиционном блоке. Они поддерживают проведение реформ, но опасаются, что вместо улучшений пенсионеров, возможно, ждет еще больше разочарования, как, например, два года назад, когда увеличили пенсионный возраст. Никто не видел проекта закона, который сегодня презентовало правительство. И закона, который будет касаться, как я уже сказала, 43 миллионов граждан в нашей стране. Поэтому, в первую очередь, чего мы требуем, это прозрачность, это публичность, это нахождение полного консенсуса при таких изменениях. Вернемся в зону АТО. На Мариупольском направлении сегодня фиксируется снижение активности боевиков. Стреляли только в селе Широкино, традиционно самой горячей точке этого сектора. Подробнее сюжет Руслана Смещука. Окраины Широкино встречают звуками перестрелки на передовых позициях. Сегодня ночью по нашим солдатам работал вражеский миномет. А после восхода солнца в ход пошли пулеметы и автоматы. Военные уверены, совсем скоро боевики могут пойти в наступление. На этом направлении они постоянно наращивают силы. Порядка 8-10 танков в Безыменном, плюс 10-12 БМП. Очень серьезно сейчас начинает работать у них разведка, начинает работать радиоразведка. Думаю, что сейчас идет определенная затишье перед активной фазой действий. Учитывая все эти заявления о 9 мая. Из-за постоянных вражеских обстрелов нижняя курортная часть Широкино почти уничтожена. Но даже тут, среди побитых минами и снарядами пансионатов и баз отдыха, остаются немногочисленные работники. Похоже, что потерять работу эти люди боятся сильнее постоянных обстрелов боевиков. Нам деньги платят. Вот мы и работаем. Вот убираем пляж. Денежки нам пересылают на банкомат, и мы периодически получаем. Ну, какие деньги, вы сами знаете. Что может получить сторож? Тысячу, тысячу двести. В Широкино и прилегающем Бердянском осталось жить и несколько десятков стариков. Вернее, выживать. Постоянные обстрелы боевиков, неработающие магазины, отсутствие транспорта и, как следствие, почти недоступная большая земля. Выехать отсюда старики тоже не могут. Просто некуда. Старики 86 год бабе, а деду 92. Как нам уже жить? Нам уже, как бы кто сказал, вот это на смерть дорога, а это на жизнь. Я бы уже на смерть бы пошла. А что сделаешь? Живи, до могилы не полезешь, а надо ждать смерти, какая смерть прийдет. Чи хорошая, чи поганая, чи длинная, чи короткая. На помощь старикам приходят наши солдаты. Даем кнопку, также тушенка, сгущенка. То есть то, что непосредственно нам постачает Министерство обороны. Седое, очень патриотично, они как уже старые, по 70 лет добираться до самого первого река на километрах 15. Такие объезды военные делают два раза в неделю. А еще проверяют, нужна ли медицинская помощь или эвакуация в случае ранения. Оборона Широкина продолжается. Руслан Смещук, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Правительство наконец решило, что украинских туристов, переживших землетрясение в Непале, нужно спасать. Я напомню, что еще 4 дня назад президент распорядился срочно отправить за ними борт. Кого уже эвакуировали и кто, продолжит Ольга Теребинская. По официальным данным МИД, сегодня на территории Непала 196 граждан Украины. И около 60 из них еще не вышли на связь. Информации о погибших пока нет. И вот, спустя 5 дней после землетрясения, правительство выделяет деньги на спасение своих граждан. Мы сейчас над случайной постановой уряду выделяем больше 7 миллионов гривен на то, чтобы обеспечить транспортование украинцев из Непала. Днем в кабине заявили, что Ил-76 со всем необходимым на борту вот-вот вылетит. Ждут сигнала из Катманду. Есть проблема безусловно с аэропортом Катманду. На этот момент приблизительно 100 летащиков находятся в чергу на посадку в этом аэропорту. Но и спустя несколько часов борт не поднялся в небо. Теперь, судя по посту на фейсбук страницы Шкиряка, помешала погода. А за эти 5 дней эвакуировали всего 17 украинцев. Да и то на самолетах других стран. Те, у кого в Непале оказались родные и друзья, поддерживают с ними связь и говорят, люди в панике. Люди просто сидят и ждут, пока их заберут, вообще не понимая, когда прилетит самолет. Я считаю, что это очень плохо отразится на имидже нашей страны. Поэтому мне кажется, что все-таки украинский борт туда необходимо отправить как можно быстрее. Илья Кенигштейн говорит, что из официальных представителей Украины в Непале пока всего один человек. Наш консул в Индии Ярослав Белов. Делает немало, но он один. Еще один наш земляк Евгений Жданов, который уже находится в Катманду, сегодня утром на своей фейсбук страничке написал гневный пост. Помощи никакой. Правительство кормит их завтраками и пиарится. И возмущается, куда же пойдут выделенные Кабмином 7,5 миллионов гривен, если люди спасают себя сами. Ольга Теребинская, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Пчелы, уничтожающие вредителей, арбузы, растущие прямо на камнях. Нет, это все не фантастика. Это всего лишь достижение израильского агропрома. Технологии израильтян теперь будут доступны и украинским фермерам. Как большая Украина с помощью маленького Израиля может накормить полмира, если захочет, конечно, расскажет Сергей Ауслендер. Рони с гордостью демонстрирует урожай. Персики как игрушечные, один к одному. Еще день-два и фрукты отправят потребителям. Часть попадет в израильские магазины, часть поедет в Европу. Все это чудо созревает в небывалых количествах на песчаных дюнах израильского юга. Там, где не растет вроде бы даже трава. Это самое сложное в сельском хозяйстве. Ты привязан к земле, к своей земле. Это в хай-теке ты можешь сегодня работать в Израиле, завтра перевезти фирму в Китай, потом еще куда-нибудь. А здесь так, посадил дерево и все. Никуда от него не денешься. Впрочем, израильское сельское хозяйство и есть сплошной хай-тек. Технологии, которые используют, придумали, конечно, не от хорошей жизни. Иначе как бы цвели сады на этих безводных землях. И вот за такими технологиями и приехали украинцы. Как раз подгадав свой визит к открытию выставки Агритек-2015. Все самое передовое здесь. Здесь на камнях растут деревья, а в пустыне фрукты. Это совершенно не сказка. Вот эти арбузы, например, невероятных расцветок и самых разных сортов выращены в Иудейской пустыне возле Мертвого моря. Это одно из самых безжизненных мест на планете. Никакого чуда в этом на самом деле нет. Это сочетание тяжелого труда и самых современных технологий. В Украине все наоборот. Земли, воды и рабочих рук достаточно, а вот с технологиями беда. Поэтому представители Министерства сельского хозяйства, парламента и бизнеса смотрят, изучают, что же полезного можно взять отсюда и перенести туда. У нас спецпрация идет по направлениям. Это молочное хозяйство, творчество, садовство и тепличное хозяйство. У нас очень качественные проекты, которые связаны с капельным взрослением и ирегацией. Украинские аграрии призывают иностранных инвесторов не боятся вкладывать средства. Сельское хозяйство в Украине сейчас самый прибыльный бизнес. Мы есть тот направл, который выведет в Украину, я считаю, на другой, совсем меньший уровень. И уже сейчас 37% загального экспорта – это наша аграрная продукция. Это единственный бизнес, который писал за разрастание. Есть на выставке вещи давно известные. Помидоры черри, которые вывели в Израиль. Или технология капельного орошения, когда тратишь меньше воды, а получаешь больше урожая. Ну вот, например, знаменитое изобретение, вошедшее в список прорывных технологий. Компания разводит насекомых, которые опыляют растения и защищают их от вредителей. Не нужны ядохимикаты, опасные для жизни. И все это теперь может быть доступно для украинских фермеров. Тем более, что инвесторов, израильтян, ситуация с войной не пугает. Сами работают в такой же обстановке уже десятки лет. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Иранские переговоры под угрозой. После инцидента в судном в Армунском проливе, Вашингтон готов нажать на стоп-кран и не снимать с Тегерана санкции. Что же случилось у побережья Ирана и чем это грозит в будущем, выяснял наш американский сапкор Дмитрий Еловский. После сообщений иранских СМИ о задержании американского торгового корабля в Вашингтоне стали продумывать самые серьезные сценарии решения этой проблемы. Накануне агентство с довольно двусмысленным названием «Фарс» сообщило, что иранцы все-таки захватили контейнеровоз «Майерск Тигрис». На борту 34 человека. Патагон стал разбираться, правда ли это. И вот выяснилось, что да, иранцы действительно сдержали корабль, но не американский. Судно шло под флагом Маршаловых островов. Государство, которое ассоциировано с Америкой, но, конечно, не является ее частью. Наши военно-морские силы наблюдают за ситуацией с судном «Майерс Тигрис». Мы находимся в контакте с представителями судовладельцев и мониторим ситуацию. И я бы хотел подчеркнуть, потому что много вопросов на эту тему. На борту нет ни одного американского гражданина. Тигране же говорят, что судно вошло в территориальные воды Ирана. Этот инцидент уже сильно пошатнул, и без того довольно шаткие договоренности между двумя странами. Американский Сенат отказался признавать достигнутые ранее договоренности по иранской ядерной программе. Эта поправка просто не набрала нужного количества голосов в верхней палате американского парламента. Но, впрочем, Обама, в принципе, мог и сам ратифицировать прогресс в отношениях с Тиграном без согласия Капитолия. Но он все же согласился на то, что парламентарии должны сыграть в этом процессе ключевую роль. Хотя в итоге оказалось, что иранские власти сдержали не американский корабль на удар, это все равно ощутили в Америке. Так что перезагрузка отношений с Тиграном, видимо, откладывается на неопределенный срок. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. В Великобритании появилась новость о пополнении в королевской семье. Но вот стала ли она больше? Об этом и не только в обзоре. Еще не родила. Британские СМИ ввели в заблуждение Соединенное Королевство, поведав о рождении дочки в семье принца Уильяма и Кейт. Для подтверждения опубликовали фейковый твиттер Кенсингтонского дворца. Когда поклонники начали поздравлять королевскую пару с дочкой по имени Шарлотта, журналистский обман раскрылся. По прогнозам врачей, герцогиня Кембриджская должна была родить еще около пяти дней назад. Новинка для одиноких любителей – фотографировать себя. Американские дизайнеры придумали приспособление для селфи, которое напоминает человеческую руку. Изобретатели надеются, что устройство подарит селфи-манам, иллюзию наличия друзей или второй половинки. Пока такое приспособление существует только в одном экземпляре. И разработчики не спешат ставить изобретение на конвейер. Нет пляжному телу в лондонском метро. Жители британской столицы требуют убрать из подземки рекламу спортивного питания со стройной моделью. Мол, плакат указывает на недостатки фигуры неспортивных лондонцев. Люди собираются на акцию протеста в гайд-парке. В интернете петицию против тела из подземки подписали более 50 тысяч человек. В лондонском транспортном управлении уже пообещали убрать плакат. В лондонской синагоге расскажут о моде. Лекцию прочитает скандальный дизайнер Джон Гальяно. Четыре года назад он оказался в эпицентре антисемитского скандала, когда нагрубил еврейской паре. Инцидент ударил по репутации модельера. Он долго был безработный, миницировал модные мероприятия в синагоге Равин, который помогает Гальяно реабилитироваться после скандала. Инициатор уверен, лекция улучшит имидж дизайнера. Концерт во время беспорядков. В охваченном протестами Балтиморе местный симфонический оркестр планирует бесплатно сыграть на улицах разгромленного города. Так музыканты хотят вернуть Балтимор красоту и спокойствие. На концерт под открытым небом уже позвали местных жителей. Правда, его дата пока неизвестна. Гипноз против зависимости. Британка поборола любовь к энергетическим напиткам с помощью гипнотерапии. Женщина пристрастилась к энергетикам еще пять лет назад, когда разрывалась между учебой и маленькими детьми. Она поглощала более 20 банок бодрящего напитка в день. За год на него тратила больше 8 тысяч долларов. Зависимость, как рукой сняла после сеанса гипноза. И умный, и красивый. Кто он, самый желанный учитель в мире? И какую тайную жизнь скрывал от своих студентов? Расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. На его уроках всегда рекордная явка. Математикой он смог заинтересовать даже самых убежденных гуманитариев. 26-летнего Пьетро Басселли назвали самым сексуальным преподавателем в мире. В университетском колледже Лондона он работал сначала ассистентом, а потом его пригласили читать лекции по машиностроению. В этой области у Басселли докторская степень. И однажды один из студентов загуглил имя преподавателя-красавчика. И с удивлением обнаружил тайную жизнь. Математика заучки. Оказывается, Басселли с шести лет работает моделью. Его открыл сам Джорджи Армани. И за плечами учителя сотни фотосессий и дефиле. Конечно же, разоблачение, да еще и подкрепленное такими снимками, вмиг облетело интернет, ничего кроме восхищения не вызывая. Студентки становились в очередь, чтобы попасть на его уроки. Мол, без углубленного курса тригонометрии не посчитаешь все углы и объемы его бицепсов, трицепсов и мышц пресса. Но то ли из-за чрезмерного внимания, то ли получив предложение, от которого не смог отказаться, но преподавательскую работу Басселли бросил. И вот сейчас появился в новой рекламе нижнего белья. Затем опять привел в восторг своих фанатов, большинство из которых все же надеются на возвращение учителя из модального бизнеса. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. И это все об этой среде. Спасибо, что смотрели. Хорошего вечера и до встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин